И было по приходе Авраама в Египет, увидели египтяне эту женщину, что она весьма красива. Естественно, что таких женщин у них нет, потому что все женщины египетские, то есть все эгоистические желания работают на получение, и поэтому многим не обладают. В ней увидели красоту. Какую увидели красоту в Саре? В том, что во всем этом эгоистическом разочаровании наполнится чем-то большим чем на одно мгновение. Возможно. Но это свойство было в ней, это наполнение от Авраама, от свойства отдачи. Свойство отдачи, оно не ограничено. Когда ты получаешь наслаждение, ты наполняешь желание, и желание, наслаждаясь, оно исчезает. Я желаю пить, сделал пару глотков, желание исчезает. У меня нет желания, но нет и ощущения наслаждения. То есть наслаждение ощущается только при вхождении наполнения в желание. Так вот, они увидели в Саре возможность бесконечного, безграничного, постоянного, вечного, то есть наполнения. То есть, ну, а что же еще надо? То есть, и это ощущение вечного наслаждения, оно называется красотой. Красотой называется сияние света наполнения. Что свет наполнения может наполнять меня все время. Это называется красота. Любые эгоистические желания, это притягивает больше, чем все, что только может быть. То есть, ну, другого мы даже не представляем себе в нашей жизни. Так вот, конечно, это послужило связью между вот этим желанием, которое называется Сара, и эгоистическими желаниями, раскрывающимися в человеке. И создалась между ними общность. То есть, Сара это желание получать, но которое относилось к Аврааму, очень маленькое, которое Авраам исправил, и ничего уже больше было с ним делать. А сейчас это желание получает довесок от египтян. То есть, оно окунается в эгоизм, как бы. И они обнаруживают, с одной стороны, что ничего мы с этим желанием сделать не можем.